Это город Эсс, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте и сразу хочу представить вам наших гостей. Сегодня у нас в студии муфти Самарской области Талиб Хазрат Ярулин и председатель Повечительского совета Культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гумар Батышин. Добро пожаловать к нам в гости. Здравствуйте. Наша с вами встреча проходит в самом начале очень важного для мусульман события. Сейчас начался священный месяц Рамадан. И вот в моем понимании это же важное событие, это не праздник. Поздравляете ли вы друг друга с началом Рамадана? Да, как известно, 10 числа заходом солнца, 10 марта, когда зашло солнце, мусульмане всего мира стали отмечать начало поста. Пост – это как бы испытание человека тем, что человек в светлое время суток воздерживается от еды и от питья. И мы поздравляем своих единоберцев с этим событием. Это праздник для нас. То, что Всевышний дает нам возможность в светлое время суток, воздерживаясь от еды и питья, получить его удовольствие. Так как это священный месяц, и вот пришедшие еще месяца, которые были до этого, Рожаб и Шагбан, ученые приводят пример, то, что месяц Шагбан – это месяц посева, вернее, извиняюсь, Месяц Рожаб – это месяц посева, Месяц Шагбан – это месяц ухода за посевами, а месяц Рамазан – получение урожая. Вот на таком примере можно сказать, что месяц Рамазан – это месяц получения довольства Всевышнего. То есть человек, выполняя то, что он предписал, воздерживаясь от того, что запретил, он получает неисчислимое богатство. Богатство не этого мира, будущего. И в этот месяц в особенности проявляется милосердие к людям. То есть социальные направления вот этого поста, то, что человек, если он испытывал жажду, например, голодал в светлое время суток, он понимает состояние другого. И когда уже есть необходимость помочь кому-то, кто действительно не по своему убеждению, не своему желанию воздерживаться от еды и питья, то уже возникает желание помочь другому человеку. Это если смотреть в социальное направление. Но опять-таки в этом месяце есть еще много того, что помогает человеку для будущего. И наш пророк Мухаммад, мир и благословение Всевышнего, говорил о том, что Аллах не нуждается в том, что вы испытывали жажду и голодали, если вы не сохраняете свой язык от плохих слов, свои другие органы от плохих деяний. То есть это саморегуляция. Человек уже в этот месяц, он ведет себя действительно правильным образом, чтобы оказать помощь, поддержку другому человеку, понять его состояние. И вот эти действия помогают ему потом в будущем, на протяжении года, до следующего Рамазана, вот этот заряд энергии вот такой соблюсти. Вот если Рамазан – это месяц добрых дел, чистых помыслов, усиленных молитв, означает ли это, что мусульмане будут присутствовать, скажем так, в жизни общества как-то тихо, незаметно этот месяц? Либо вы будете делать какие-то дела, о которых можно будет говорить? Вот какие планы у вас на Рамазан? Ну, Рамазан у нас планы большие. Большие в плане чего? Мусульмане собираются в местах поклонения, в мечети, для того, чтобы совместно поклоняться. Есть еще дополнительная молитва такая, называется «Таравих намаз». И люди приходят, чтобы еще получить большие награды. И у нас в этом году, мы первый раз практикуем такое, то, что, как известно, Коран состоит из, ну, книга Коран составлена из 30 частей, и вот одна тридцатая часть прочитывается за один намаз. Вот это примерно где-то 20 листов, 20 листов текста читается в Таравих дополнительном намазе. Это еще больше награда. Почему? Потому что в этот месяц был не способен Коран, и пророк Мохаммад, мир и благословение Всевышнего, говорил, что за каждую букву человек получит 10-кратную награду. И тот, кто читает, и тот, кто слушает. То есть обоим будет писаться такая же награда. И вот мусульмане Самары, Самарской области в этот месяц стараются, ну, и всего мира, в принципе, просто я отвечаю за Самарскую область. И Самарская область во всех мечетях, а их более 100 мечетей в Самарской области, читают намаз и читают Коран. И за счет этого надеемся, что они, все люди, которые поклоняются, получат награду неисчислимой никакими наградами. Потому что есть еще одна ночь в месяц Рамазан, которая называется Ночь предопределения. Всевышний спрятал эту ночь в течение 30 ночей. И человек должен с надеждой ждать, а может, сегодня эту ночь. Вы не знаете, когда она будет. Да, не знаем, когда. Но по расчетам ученых, это часто совпадало с 27-й ночью в месяц Рамазан. А вообще есть 30 дней состоит. Вот 27-я ночь считается, что это ночь предопределения. Но не конкретно. Потому что есть предпосылки, что то, что там будет тихая ночь, будет спокойствие, умиротворение в эту ночь. То есть и природа будет отдыхать в эту ночь. И как бы эти предпосылки, если человек увидит, то должен как бы поклоняться, просить прощения у Всевышнего. Потому что этот месяц еще месяц прощения за свои прегрешения. Человек, если искренне кается, то Всевышний принимает в особенности его в этот месяц. — Гумар Маланурович, вы возглавляете Попечистический совет культурно-исторического фонда. Что на самом деле подразумевается под этим? Как вы видите миссию фонда? — Миссия фонда — культурные мероприятия, в первую очередь, культурно-исторические мероприятия. Они во многом связаны и с исламом. И мы тесно работаем с муфтиатом Самарской области. Талиб Хазрят, он не только в исламе, он и в общественных делах присутствует очень мощно. Везде нигде не отказывает, везде, как говорится, на первых ролях. Поэтому издаем книги, делаем фильмы. Вот сейчас вышел фильм последний. Официальном принятии ислама в Ургарской Булгарии. Что он привнес? — Это исторический фильм. Да, 18 минут он идет. Более глубокий, более... Больше, может быть, по значению хотим тоже. Такая задумка есть в Казани, общались по поводу нового фильма тоже. На исторической площадке Ширяева мы его завершили в том году. Памятный знак поставили. Тысяча столетия принятия ислам, который праздновался в 1922 году. Путином, президентом нашим, был объявлен. В честь этого поставили памятный знак. Единственное, или первое в России, наверное, тоже открытие. Проходило там творческую интеллигенцию. И студентов приглашали. Хорошо, прошло. — А почему именно? В Ширяево? — В Ширяево. Там был у нас установлен первый памятный знак еще в 80-м году. Южная граница в Ургарской Булгарии он называется. Там был увековечен Барс. Это тотемный знак у волжских Булгар. И по всем историческим картам примерно граница проходила в этом месте. И в дальнейшем были планы. Вот они осуществились. Появился там памятник хану Катрагу, который привел по легенде племена волжских Булгар на эту землю, на Среднюю Волгу. Первое заселение происходило как раз в этих местах. Вот в Ургарских городах у нас, который есть археологический памятник, село Валы, недалеко оттуда. Как раз это был один из первых городов, который был застроен дальше. Булгары продвигались до современной Казани и дальше там. То есть потом возникло в Ургарском Булгарии государство. О нем мало, к сожалению, нас знает. Поэтому мы вот... — О вашим детям вы рассказываете. Они-то точно должны это знать. — Да, и поэтому мы и взялись за эту такую долгую, трудную тему популяризации этой истории. И вот и в Москве нашли понимание. Даже если президент объявил 1400 принятие ислама в Ургарской Булгарии, это говорит о том, что на самом верху это все понимание пришло. — Точно о чем-то говорит. — Да, я думаю, что это в учебниках будет, будет и в других информационных источниках. Не только наши книги, наши фильмы. А фильмы сейчас вот с Министерством образования. Есть договоренности. Запускаем фильм по всем вузам и по всем школам Самарской области. — Почему? В чем вы видите этого значения? — И надо историю родного края знать. Это и воспитание, и культура, и патриотизма, и образование. Как люди живут на земле, на которой не знают историю. На протяжении 500 лет, допустим, была история. Она как темное пятно у нас, или белое пятно. Вот. И потом, следом за фильмом, после просмотра запускаем Олимпиаду. Тоже по всем учебным заведениям. И вот этим думаем, что добьемся какого-то результата. И кого-то заинтересует история номинантов этой Олимпиады. Лауреатов. Мы будем как-то чествовать, как-то будем их это... И этот опыт, я думаю, мы можем по средней волге его дальше в дальнейшем тиражировать, если он получится у нас таким емким, как он нужен, чтобы знание было, истории, образовательные процессы, чтобы проходили молодежь нашу. Вот. Тогда, я думаю, мы достигнем успеха. Достигнем задуманных целей. Вот. Я думаю, вам да. И нас разрешите дополнить, да? Ну, Гумар Маланович сказал. Как бы, для чего это надо? Для чего? Чтобы действительно люди знали свою историю. И вот до седьмого колена верующий человек должен знать свой род. Это вот у нас так прописано, что человек должен знать свои корни. Хорошо бы и неверующий тоже. И неверующий тоже. К сожалению, мы один-два, так сказать, колена знаем, и все. Так и есть. И часто люди, вот мы татары, как бы иногда думают, что мы пришли народ. То, что мы с татар-моголами сюда пришли, здесь осили и остались. Но наши предки, они здесь проживали. Вот не зря 1922 год отмечено и документально, то, что народы Волжской Булгарии, Булгарии приняли ислам официально, официальном уровне. То есть, вот, тысячи сто лет мы отмечали, вот, запрос молодого. И что хочется сказать еще, что вот Гумар Маланович не сказал о том, что его фонд тоже много делает для ислама. То есть, вот они сделали мечеть в Зубчининовке. Это, как бы, мечеть, которая объединяет всех. Она называется Булгарское наследие. И туда собираются люди не только в Зубчининовке, но и со всех районов для того, чтобы совместно поклоняться. И вот вместе с Рамазаном еще хочется сказать, что спрашивали, что еще есть масштабно какое-то. Мы масштабно производим, проводим ифтары. Ифтары – это разговение, когда готовится пища. И люди, которые в посте, они могут прийти в любую мечеть и, как бы, ну, покушать, так сказать, делать разговение. И вот этим получают довольство Всевышнего. Потому что, опять-таки, на основании хадиса, на сказании пророка основывается это, он говорит о том, что если человек сделал разговение для постящегося кусочком финика, либо глотком молока, или глотком воды, то он получит такую же награду, как постящийся. То есть 20 человек накормил, тебе 20 человекам награда тебе записана. И, наверное, на ифтар же среди этих людей, которые придут, могут быть и люди нуждающиеся, малообеспеченные. Да, и малообеспеченные. Студенты, вот мы организуем ифтары, и туда и студенты приходят, потому что иностранные студенты есть здесь. Как бы и из других городов студенты, они тоже, как бы, малоимущие. И так, и люди, которые действительно социально необеспеченные, они тоже приходят для того, чтобы, ну, отведать еды и хотя бы накормиться. Гумар Маланурович, я вас благодарю за участие в программе. Мы сейчас посмотрим, как начался Рамадан у нас в Самарской области. После сюжета мы продолжим разговор в студии, но мы здесь ждем еще и другого гостя. Благодарю вас. Накануне священного месяца Рамадана в Самарской соборной мечети морились одновременно около пяти тысяч мусульман. Прозвучал особый намаз, который будет читаться в течение ближайших 30 дней. Этот месяц наступил, и мы радуемся тому, что имеем возможность такую совместно прийти, совместно поклоняться и совместно получить довольствие Всевышнего. Во время Рамадана мусульмане отказываются от привычного образа жизни. Принимать пищу и пить они будут только ночью, от захода солнца до рассвета. Но главное, Рамадан – это еще и время духовного очищения и осмысления для каждого мусульманина. Надо просить за детей, за себя, за родственников, за всех, за всех надо. Кто умер, тоже за родителей просить, надо, чтобы грехи им отпустил Аллах. Выходишь совсем другим человеком, полностью свободным, забываешь все тяжелое, мирские проблемы все забываются, как заново рожденный получается. Молиться во время Рамадана мусульмане будут ежедневно пять раз в день. Пост продлится до 9 апреля, а 10-го они отметят праздник Ураза-Байрам. Мы возвращаемся в студию. По-прежнему с нами сегодня муфтий Самарской области Талиб Хазрат Ерулин. И я приветствую еще одного гостя. Это Дельфуза Асанова, руководитель Центра помощи «Семья Единение». Мы вот сейчас до сюжета много говорили про Рамадан, что он значит для каждого человека и что он требует от человека, каких дел. Скажите, а вот женщина, ваши дела, ваши задачи на этот период как-то будут отличаться от мужских? Ну, собственно, я считаю, что женщина прежде всего хранительница очага. Естественно, мы организовываем этот уют. Собственно, также создаем атмосферу Рамадана прежде всего в наших домах, соответственно, с нашими молитвами. Приобщаем к процессу формирования ифтара, так сказать, наших детей. И, собственно, все это завершается, наш день чтением молитвы. И, пожалуй, вот это общеобъединяющее, женское, всеобщее, это молитва. Благодаря этим молитвам, пожалуй, мы и живем. И вот мы как раз говорили об ифтаре, то есть организаторы ифтара, осуществители, если можно так сказать, как раз женщины. Мы говорили также о том, что на ифтар приходит очень много людей и малоимущих, нуждающихся, людей, которые нуждаются в помощи действительно. Скажите, вот ваш центр, он объединяет кого и для какой помощи вообще вы себя готовите? Вообще, что касается центра помощи семье единения, я осуществляла юридическую деятельность и до сегодняшнего дня осуществляю в области защиты семьи, материнства, отцовства и детства. И видя все те проблемы, с которыми сталкивается семья, безусловно возникла идея комплексного подхода, поскольку просто юриспруденции мало, необходимо и привлекать и психологов, и в том числе представителей духовенств, тогда, когда люди не доходят до судебных инстанций, а вот наставлениями могут обрести некое решение при своих каких-то жизненных ситуациях. Вот в результате возникла идея формирования центра помощи семье, и мы на страже защиты материнства, отцовства и детства. И, пожалуй, вот на этом основываются наши ценности, прежде всего ценности семейные. И что касается помощи, я бы хотела сказать о том, что в преамбуле Конституции Российской Федерации говорится о том, что мы многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой, проживающий на своей земле. И, пожалуй, очень сильно отличаемся от других тем, что у нас межконфессиональное разнообразие, при всем при этом традиции, культура каждого народа вложится в основу общего социокультурного наследия. И если говорить о помощи, я считаю, я вообще не разделяю людей на какие-то разности. Если человеку нужна помощь, мы, как верующие люди, должны оказывать эту помощь вне зависимости от цвета кожи, национальности и языка. Талиб Хазрат, вот мы уже как раз заговорили на тему того, что Самара – регион особенный, многонациональный, многоконфессиональный. Как Вы считаете, за счет чего, за счет кого нам удается жить здесь именно вот так вот дружно, гармонично? И должны ли вообще конфессии участвовать в каких-то конфликтах политических, дипломатических? Я имею в виду участвовать, ну, с миротворческой, конечно же, целью. Да, на данной территории, конкретно Самарской области, проживает много народностей, много конфессий. И мы рады тому, что мир и согласие присутствует. То, что мы разные, но мы едины. Едины в том, что мы являемся гражданами Российской Федерации, где в Конституции прописано, что это многонациональная, многоконфессиональная страна. Также у нас едины семейные ценности. И в Конституции прописано, что семья – это союз между мужчиной и женщиной. Вот дети, которые рождаются, это наши, так сказать, плоды любви. И мы их холим и лелеем своих детей. Но опять-таки передаем те знания, которые мы сами знаем. И вот эти ценности религиозные, которые есть в каждой религии, они у нас тесно переплетаются. То есть, какие бы постулаты ни были о религии, ну, к примеру, в христианстве, не убей, не прелюбодей, что там, не укради. Все они есть и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме. Они едины, может, по-другому называются, но суть одна. Поэтому у нас никогда не было конфликтов на межрелигиозной тематике. Также не было межнациональных конфликтов, слава Богу. И вот мы являемся, скорее всего, примером для других народов, где не могут ужиться другие конфессии, либо другие народности. И когда один народ считает, что он выше другого народа, и за счет этого возникают такие конфликты. Если говорить о том, что надо ли участвовать в решении вот этих конфликтных ситуаций, я считаю, что да, религиозные деятели, они все-таки со своей стороны тоже могут внести вклад в то, чтобы остановить кровопролитие, остановить вот эти какие-то проблемные моменты. Например, недавно был форум «Исламский мир», где участвовали наши имамы Сатарстана с их Раисом, для того, чтобы совместно обсудить вопросы, которые возникают вот в обществе между, так сказать, арабскими странами. Вот хотелось бы, чтобы мир и согласие, которые пропагандируют, и когда мусульман здоровается, он и говорит «Ассаляму алейкум», то он говорит «Мир вам, милости Всевышнего». То есть вот эти слова, они не расходились с делами, и чтобы мир присутствовал всегда. И между народами, между конфессиями, и вообще в общество. Дельфа, зазнаю, что вы не только говорите об этом, но и этот вклад реален, и что есть планы буквально на ближайшее время по межконфессиональному взаимодействию. Расскажите, о чем это? Ну вот в ноябре у нас 2023 года прошел мусульманский форум на тему традиционных семейных ценностей. И в контексте данного мероприятия мы пришли к выводу о том, что очень важно, чрезвычайно важно в рамках сегодняшней действительности провести межконфессиональную конференцию и поднять те вопросы, которые беспокоят нас всех. Все-таки найти все эти ценности совместно. Что это за ценности общечеловеческие, семейные? И вот в этой связи мы обратились за поддержкой к отцу Дмитрию Лескину. Он является ректором Павловской академии православной. Соответственно, мы получили там поддержку. Мы, скажем так, на одной волне. Мы все понимаем, что чрезвычайно важно сегодня говорить про единение, и не просто говорить, а создавать проект, способствующий к чему? Способствующий к тому, чтобы мы друг друга больше знали, чтобы мы друг друга больше понимали. И вот в этой связи осенью предполагается будем проводить первую конференцию межконфессиональную, где как раз-таки будем затрагивать различные вопросы, беспокоящие нас, наш регион тоже. Это будет что-то масштабное, кто там будет участвовать, и вообще главное, итог ожидаемый вами. Собственно, данное мероприятие, безусловно, организовывается при содействии Духовного управления мусульман, при поддержке Духовного управления мусульман. В дальнейшем мы хотим, так сказать, на начале обсудить те проблемы, которые у нас есть, пути решения, и все это, я надеюсь, вылится уже в этноконфессиональный семейный форум, там, где мы сможем опять-таки найти точки взаимодействия, развивать проекты и инструменты, способствующие улучшению нашего совместного проживания. Ну, традиционно известно, что у вас всегда очень крепкие семьи, надежные. Сейчас у нас идет год семьи. Большое счастье, что этому уделяется столько внимания. Что планируете вы на этот год вот в этом направлении? Вообще как-то или у вас, в принципе, вот оно было с толпом семья и, в общем-то, и останется на долгие годы? Ну, собственно, расскажу о проектах, которые у нас уже действуют. Соответственно, в рамках Центра единения мы оказываем бесплатную юридическую помощь для семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. И в рамках вот этого понятия сложной жизненной ситуации, то может быть и семейное насилие, и просто отсутствие никаких ресурсов, и поддержка для тех граждан, для тех женщин, которые сегодня, скажем так, остались одни лицом к лицу с судьбой, да, с такой сложной. Вот в этой связи у нас уже работа ведется. Кроме того, мы предполагаем, что во взаимодействии с разными конфессиями будем проводить ряд просветительских мероприятий, где будут затронуты вопросы юридического формата, психологического, и, соответственно, будем больше знакомиться с фондами, с некоммерческими организациями, которые фигурируют у нас в регионе, и совместно, соответственно, будем оказывать поддержку семьям на различных этапах и при различных жизненных ситуациях. Ну и завершая, наверное, сегодняшний наш разговор, я не знаю, уместно ли вообще задавать такие вопросы, но скажите, Талиб Хазрат, а есть у вас какая-то мечта? Вот планы есть, да. А есть какая-то мечта? Мечта? Мечта, чтобы в мире согласие жить, чтобы каждый человек чувствовал свою защищенность, от негатива, от посягательства, чтобы каждый имел возможность получить знания. Также, чтобы каждый имел равные условия. К сожалению, сейчас мы видим и социальное неравенство бывает, когда богатство на показ идет. Например, если в советский период все-таки даже богатые люди боялись показать свое богатство, жили как бы скромно для людей, то сейчас вот это неравенство вызывает недовольство других людей. То, что зависть, еще что-то, какие-то, не знаю, какими словами это сказать, но у человека возникает желание быть как он. И вот правдами и неправдами он находит средства, либо в кредит вступает, либо там где-то ворует, еще что-то, и хочет жить как все. Вот сейчас мы видим, что очень много закредитованных людей, которые работают в кредит, либо квартиры, либо машины, либо еще какие-то социально значимые моменты. Вот он все это получает в кредит, и потом, не знаю, получит ли он в итоге то, что сейчас у него есть, либо нет. Вот хотелось бы, чтобы мир и согласие, вот это социальное неравенство, оно как бы сравнялось, и люди жили счастливы, и были довольны тем, что есть. Я думаю, что к вашей мечте с удовольствием присоединятся все, кто живут на этой земле, и нам остается только вместе делать все для того, чтобы эта мечта осуществилась. Я благодарю наших гостей за участие в программе, наших зрителей также за участие в программе «Город Эсс». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова